Томсо, вот что не укладывается в голове. Как так выходит, что виноват в войне с Украиной один только Путин, а мародерят, насилуют и убивают там простые русские мальчики? Нет, почему один только Путин? Конечно не Путин. Там виновных очень много. Это же целый режим, эта система. Томсо, какой смысл был в сопротивлении русским в этой войне? Отправили в бойню 30% населения, кроме этого хоть какой-то результат есть? Вы хоть каких-то результатов кроме отправки в бойню можете добиться? Но когда он придет тебя грабить, в 4 часа утра выбьет тебе дверь и объявит, что он начал спецоперацию по депродуктизации, детелевизоризации и деценностизации, то в этом случае ты просто должен оказать сопротивление. Есть ли в исламе коллективная ответственность? Например, в армии РФ большинство это русские. Значит ли это, что народ должен отвечать за преступления российской армии? Коллективная ответственность, она не то что в исламе, она присутствует вообще в этом мире. Она присутствует, но в этом мире. В определенном виде, в определенном смысле. Непосредственной коллективной ответственности, ее конечно нет и быть не может. Никто не понесет на себе бремя чужих грехов, чужих преступлений, никто не понесет. Но есть некая коллективная ответственность символическая. Она присутствует. И когда, допустим, наш ближайший родственник совершает какое-то преступление или даже не преступление, а, например, убийство по неосторожности, скажем, в ДТП, по его вине погибает человек, то понятно, что мы, даже если он совершил умышленное, предумышленное убийство, мы его родственники за него непосредственно ответственность за него не несем. То есть мы за него в тюрьму не садимся, нас за него не казнят. То есть ничего того, что предписано этому человеку, этому преступнику, нас это не коснется. То есть вот этой вот непосредственной коллективной ответственности ее не существует. Но мы все, на нас ложится вот это бремя коллективной ответственности символической, когда мы идем к родственникам пострадавшей стороны, и мы чувствуем на себе какую-то долю ответственности, мы перед ними извиняемся. То есть вот эта вот ситуация, она присутствует. И она также есть во всем этом мире. И в этом смысле да, страна, в данном случае Россия, которая сегодня, чья армия сегодня напала на Украину, например, должна ли вся страна чувствовать на себе символическую ответственность? Да, должна. И это вообще не обсуждается. Каждый гражданин России, он вот это вот, какая-то символическая ответственность на него ложится, и он чувствует вот это вот, какое-то, какое-то чувство вины, какую-то обязанность перед украинцами. Да, это должно быть. Но должны ли непосредственно все граждане России, или тем более русские люди отдельно, нести непосредственную ответственность? То есть будут ли они вместе с Путиным сегодня, должны ли они вместе с Путиным предстать на суде в Гааге, например? Должны ли, должно ли в отношении них применяться все то, что будет применяться к непосредственным военным преступникам? Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Ну, и вот просто так, знаете, нагло, типа, сказать, это вообще там не мои проблемы и так далее. Это тоже неправильно. Какая-то символика здесь должна присутствовать. Ну, все, вот что не укладывается в голове. Нет, как так выходит, что виноват в войне с Украиной один только Путин, а мародерят, насилуют и убивают там простые русские мальчики? Нет, почему один только Путин? Конечно, не Путин. Там виновных очень много. Это же целый режим, эта система. И один Путин, там не один Путин, как вы должны представить перед трибуналом. Там очень много будет таких товарищей. Так же, как и не один Гитлер же был виноват. Там очень многие предстали перед Нюрнбинским трибуналом. Путин, скажи, пожалуйста, это разве справедливо винить всю нацию, якобы все за войну, если я против Путин? Нет, это неправильно. Общение неправильно. Но и вы должны понять, что никто не будет не возлагать ответственность на Россию только лишь из-за того, что там есть люди, которые против. Ну, друзья, это, наоборот, вы должны здесь проявить понимание. И ваша страна нападает. Именно ваша страна является врагом. Поэтому здесь называют вещи своими именами. Но если кто-то говорит, что каждый вообще россиянин, все, кто там с российским паспортом, конечно, они неправы. Но когда они говорят, что Россия, или называют русские, подразумевая не именно народ русский, а подразумевая как страну, вы должны понимать, что в многих языках вообще нет такого разделения, как русский и Россия. Как вот в русском языке. Россиянин и русский. Такого нет. Для американца, для любого англоязычного, такого нет разделения. Для них это Russian. Русский или россиянин. Это одно слово. Поэтому вы должны, наоборот, к этому относиться с пониманием. У кавкастов между собой больше ненависти, чем к тем же русским, готовы между собой грызться, кто древнее, кто сильнее. Ты тоже самое можешь сказать не просто о кавкастах, а даже сказать, что у чеченцев внутри себя больше ненависти, чем к России. И, наверное, в каком-то смысле, в отношении каких-то людей ты будешь прав. Такие, наверное, тоже есть. Но все-таки большинство это нормальные здравомыслящие люди. Та категория, о которой ты говоришь, на самом деле это не является большинством ни кавказских народов, ни отдельно взятого какого-то кавказского народа. Поэтому вот мы сегодня, допустим, внутри у себя в чеченском народе у нас очень много противоречий, мы друг с другом в такие полемики вступаем, что может создаться впечатление, что мы друг друга все ненавидим. Но мы все однозначно являемся, приходим к единому компромиссу в том, что какие бы у нас не были друг к другу претензии, мы все признаем, что у нас есть общий враг. Это я сейчас не говорю про представителей кадыровцев, потому что их мы правильно воспринимаем как Россию. То есть это же российские чиновники, это российские солдаты, российская полиция. Я сейчас не про них говорю. Но если вы посмотрите даже на какие-то дебаты в чеченской диаспоре, этой же Европы, например, то у вас может создаться такое впечатление, что мы там друг друга ненавидим. Ну, зато как бы мы друг с другом не спорили, при этом все мы объединены на том, что нашим общим равном является Россия. Не больно ли тебе смотреть, когда лучшие кадры для освобождения Чечни восемь лет погибают за другую страну? Представь, что Ира сражалась бы с Британией в Бирме. Нет, не больно? Я вообще не согласен с такой оценкой, с самой постановкой вопроса. Благодаря этим, тем ребятам, которые... Ты говоришь про наши батальоны в Украине, если кто не понял, он говорит про добровольческие батальоны, чеченские, которые сражаются сегодня в Украине против России. И они там не сегодня появились, они с 14-го года там, то есть он правильно говорит про 8 лет. И я наоборот чувствую благодарность, у меня есть чувство благодарности к этим людям за то, что они присутствуют сегодня там. Это небольшое количество, если взять в масштабах украинской армии там или всего чеченского народа. Это небольшая часть нашего народа, но благодаря которой у России не получилось поссорить нас с украинцами и представить нас как агрессоров, как часть русского мира, российской армии, как чеченцев, которые разделяют эти российские взгляды, которые воюют за русский мир и так далее. Благодаря этим людям мы сегодня можем свободно парировать эту критику, эту пропаганду. И благодаря этим людям коренные чеченцы Украины, граждане Украины, проживающие, имеющие там вид на жительство, они тоже были спасены. Потому что когда в 14-м году первые вот эти добровольческие кадыровские отряды появились на Донбассе, это очень серьезно ударило по проживающим в Украине чеченцам. Вы же понимаете, что там с горяча как бы очень серьезно начинают рубить. И если бы не вот эти добровольческие отряды, то многие чеченцы бы там пострадали и продолжали пострадать до сих пор. Тумсо, какой смысл был сопротивлением русским в этой войне? Отправили в бойню 30% населения. Кроме этого, хоть какой-то результат есть? Вы хоть каких-то результатов кроме отправки в бойню можете добиться? Так, если я правильно понял твой вопрос, то здесь, наверное, идет речь о нашем сопротивлении, о двух последних войнах, ты, наверное, говоришь. Какой был в этом смысл? Когда к тебе в дом приходит грабитель, о смыслах не говорят. Ты просто вступаешь с ним в бой, и неважно, может, он окажется сильнее тебя, этот грабитель тебя убьет, может, их будет больше, и ты проиграешь, да, в любом случае твой дом будет ограблен. Все возможно, но это не обсуждается. Твоя обязанность, если он пришел в твой дом, чтобы тебя ограбить, чтобы тебя убить, убить твою семью, ты, не рассуждая, вступаешь с ним в бой. Поэтому даже рассуждение на эту тему, почему чеченцы вступили в бой с врагом, который пришел на нашу землю, это крайне несправедливое обсуждение. Конечно, вступили и будем вступать. И именно так должны поступать все. И вот сейчас Украина поступает так же. И если завтра туда скинут ядерную бомбу, все украинцы погибнут, и какой-нибудь как ты, чувак, появится и задаст такой вопрос, то ему скажут то же самое. Когда враг пришел, с ним сражались. И правильно делали. Немного неправильное рассуждение насчет грабителей. Они вламываются без предупреждения, и ты вынужден защищаться. А войны начинаются за столами переговоров. Ну нет, неправильно. Война, она тоже начинается так же, как и ограбление. Но только перед тем, как начинается война, есть некие предпосылки, что она начнется. Как, например, Россия сосредоточила очень много войск на границе с Украиной. И было понятно, что они собираются нападать, но все равно большинство из нас не верило, что они нападут. Так же и в случае с ограблением. У тебя может быть очень много предпосылок. Твоего соседа ограбили сегодня, завтра второго соседа ограбили, и ты как бы понимаешь, что тебя тоже могут ограбить. Но когда он придет тебя грабить, в 4 часа утра выбьет тебе дверь и объявит, что он начал спецоперацию по депродуктизации, детелевизоризации и деценностизации, то в этом случае ты просто должен оказать сопротивление. И не важно, у тебя достаточно сил, недостаточно, ты просто делаешь то, что ты должен делать. И если в этой борьбе ты проиграешь, ну, значит, таково было предписание Всевышнего Аллаха, ты станешь шахидом, иншаллах, а те, кто проявили к тебе эту несправедливость, они будут за это отвечать в судный день. Ты в любом случае выиграешь. Тумсо, как лично ты считаешь, нужно ли будет вводить мораторий на некоторые положения шариата ввиду духа времени? Ну, есть такое право у правительства мусульманского государства, такое право есть. При необходимости они могут его реализовывать. Таких примеров немало в истории ислама, когда на какие-то определенные моменты на какое-то наказание предписанное в исламе вводился мораторий на какой-то период времени из-за засухи, допустим, и так далее. Воров, например, не наказывали отсечением конечностей, и так далее. То есть, такие вещи, право такое есть, если есть такая необходимость. мораторий мораторий мораторий